Здравствуйте, друзья! Белорусское государственное телевидение показало видеозапись, интервью, а точнее сказать, допроса белорусского оппозиционера Романа Протасевича. На видео Протасевич выглядит сломленным, он плачет и признается во всех смертных грехах, а точнее во всем том, в чем его заставили признаться. А на его запястьях, которые попали в кадр, хорошо видны раны от наручников. Такое бывает, когда человека в наручниках подвешивают или пристегивают к батареи и бьют. Тогда человек дергается и наручники оставляют вот такие раны на руках. Для всех нормальных людей совершенно очевидно, что любые признания, полученные от человека в таких условиях, совершенно ничего не стоят. Тем более, что у Протасевича в застенках еще и девушка. И понятно, что его шантажируют еще и этим. Но потерявшие человеческий облик российские пропагандисты и их меньшие братья в Украине бросились радостно смаковать вот эти вот, с позволения сказать, признания пленного белорусского оппозиционера. Вот уже второй день вся эта публика радуется тому, что Протасевич якобы сдает своих подельников, что он якобы раскаялся, якобы хвалит Лукашенко. То есть вот все эти люди на полном серьезе цитируют какие-то слова, выбитые у сломленного плачущего человека, которого истязали в тюрьме. И пытаются все это выдавать за чистую монету и подавать как победу белорусских властей. И это тот случай, когда хотели дискредитировать и расчеловечить противников Лукашенко, а вместо этого расчеловечили самих себя. Потому что, ну, ни один нормальный человек никогда не будет радоваться показаниям, выбитым с помощью пыток и шантажа. Даже у своего врага. К примеру, я в своем видеоблоге регулярно цитирую различных врагов Украины. Ну, людей, которые постоянно там с нами воюют и против нас борются. Но я никогда не цитирую людей, которые дают какие-то признания под дулом автомата, после побоев или где-то в тюрьме. Потому что я прекрасно понимаю, что эти признания не имеют никакой ценности. Мои постоянные зрители и подписчики моего блога знают, что я цитирую очень много всевозможных интервью. Я постоянно цитирую публикации в российских СМИ. Но я цитирую всегда только тех людей, которые говорят добровольно. Их никто это говорить не заставляет. К примеру, если Игорь Гиркин признавался в своих интервью, что он совершал военные преступления и казнил своих пленников, то мы понимаем, что он это делал добровольно. Его никто не заставлял признаваться. Соответственно, мы не можем сомневаться в том, что он говорит правду. А когда мы видим рыдающего человека, который после издевательств с разодранными запястьями говорит то, что его просто заставили сказать, то мы понимаем, что ценность таких признаний равна нулю. И все, кто сегодня злорадствует над судьбой Протасевича, завтра могут оказаться ровно в такой же ситуации. И они точно так же признают абсолютно все, что от них потребуют и скажут на камеру что угодно. Никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки. История с Романом Протасевичем мне напомнила другую историю. С донецким журналистом Станиславом Асеевым, которого два года держали в плену боевики ДНР. Его обвиняли в том, что он является агентом СБУ. А когда поняли, что в это никто не поверил, заставили Стаса дать интервью российскому пропагандисту Александру Сладкову. И точно так же, как и Протасевич, признаться в том, что он диверсант и агент СБУ. Сладков, который называет себя журналистом, прекрасно знал, как из Асеева выбивали эти признания. Но согласился поучаствовать в этом спектакле и помочь боевикам помучить своего коллегу. В результате в этот спектакль все равно никто не поверил. А Асеев вскоре после того, как был освобожден по обмену, написал книгу «Светлый путь» о своем пребывании в плену. И в этой книге он, помимо прочего, как раз описал, как его заставляли давать это интервью и рассказывать, что он агент СБУ. Это очень интересная книжка. Обязательно почитайте. Заказать ее можно по ссылке в описании. Ну и сейчас понятно, что ровно по той же схеме, как и с Асеевым, поступают с Романом Протасевичем. И на самом деле ничего удивительного здесь нет. Потому что все вот эти МГБ, КГБ, ФСБ, это по сути один и тот же репрессивный аппарат. И поддерживать вот эти методы, поддерживать вот такое выбивание признаний, может только человек, у которого откровенно не в порядке с головой. Я думаю, что Лукашенко, когда отдавал приказ мучить Протасевича и заставлять его каяться на камеру, очевидно думал, что он таким образом подтвердит свою правоту и каким-то образом оправдает свои действия. Но в действительности то, что мы увидели, подтвердило только то, что Лукашенко неадекватный психопат. Любому нормальному человеку режим Лукашенко не может быть симпатичен. И у любого всякого адекватного человека этот режим и его псы могут вызывать только брезгливость и отторжение. Поэтому если вы видите перед собой сторонника Лукашенко или режима Лукашенко, знайте, что перед вами человек, который оправдывает пытки, издевательства, шантаж над арестованными людьми и прочие гестаповские методы. Подписывайтесь на канал, друзья. И, кстати, если вы хотите мой канал поддержать, то сделать это можно по ссылкам в описании к этому ролику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!